Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и мы сыграем во второй сезон Красной Смерти, второй сезон Королевской Битвы в Сидмерс Цивилизейшн 6. Тут появились, во-первых, две новых фракции, инопланетяне и зомби. Вот я за инопланетян буду играть. При помощи ксенологического камуфляжа любой юнит может стать невидимым для большинства неприятельских юнитов. Камуфлированные юниты видны противнику на соседних клетках. Ну то есть они, как считаете, знаете, как подводные лодки, каперы. Ух ты, а что это у меня тут сейчас... Видели какой спецэффект сейчас тут был? Так, кто не в курсе, как этот режим действует, нам надо выжить последним. Кто последний выжит, тот победил. Вот тут идет отсчет ходов, через столько-то ходов появится красная зона, в которой я буду получать урон. Так, что еще мы тут умеем? Значит, на 6 ходов могу вот камуфляж, видите? Вот могу. Нет, идея игры спасти... Вот, чтобы этого поселенца не захватили. Какой у тебя захватит поселенца, или он умрет от заражения, то ты проиграл. Так, действует 6 ходов и восстанавливается за 6 ходов. Ну и, соответственно, если меня в соседней клетке видят, то... Я так понимаю, что он тоже спадает. И все юниты восстанавливают здоровье каждый ход, независимо от передвижения и других действий, если находятся не в воде и не в зоне радиоактивного заражения. Здоровье инопланетян восстанавливается на 50% медленнее. Ага, вот инопланетян на 50% медленнее восстанавливается здоровье. Да, не ходите, не осматривайте руины, я на ловушке. Да, кстати, тут в руинах городов и в лагерях варваров находятся дополнительные юниты. Имейте в виду. Очень вовремя, господин. То есть, пока у меня камуфляж не работает, я так понимаю, я просто пока хожу... Слушайте, давайте я спущусь... Тут по воде быстрее как бы исследование происходит. Этим возьму тут юнит, а этим пойду исследовать, что на воде. Ну это, по-моему, просто... Просто что-то тут мусор. Так. Видите, аж на сколько клеток я плаваю? На 6, что ли? Противотанковый юнит. Ну, пойдем потихоньку. О-о-о, мозги. Я, наверное, дальше поплыву, а эту я заберу вот этим юнитом. Наведи на фракцию, и там будет написано вот сверху в правом углу. Наводи, и там пишут, что они умеют делать. Это бесконтрольный уровень. Страшно. Заделать. Ага, тут уже конец карты. О. Офига себе, сюда уже что-то прислали. Ничего себе. Может, кстати, тут это умеют антигерои? О, прикольно. Я попался в антигеройскую ловушку. Да, я видел. Ну, не то чтобы, как бы, она много наносит, но это прикольно. Не знаю, опять. Ну, блин, она немного наносит, но... Ну, обида, ты как бы потерял, потерял ходы, как бы, вот ты вроде шел что-нибудь найти, а там, получается, ловушка наоборот. Я думаю, что со мной рядом Леша, поэтому мне нужно текать срочно с этого места. Скажи, где ты, я пойду кину ядерку. Ага, ты сначала найди. Так, я походил вроде. Напугал, так сказать, ежа голый. А, да, я тут высажусь, буду постреливать. И тут надо захватывать этот лагерь. Там мало... Так, слушайте, давайте мы тогда поселенцы... Закамуфлируем пока. О, о. Гигнорируем перемещение. Ну, и пока тут встану, наверное. Так вот, это антигерои, это новая способность антигероев. У них осталось это 10 к боевой мощи. Леша за инопланетян. Они еще могут ставить вот эту... Заминированный скорбный дар. Каждые пять ходов. Ой. Да, ну сколько можно-то, а? Вот это не очень мне понравилось. Ваш юнит получил один раз опыт. Ваш юнит получил... От дальнобойных... Нет, от ближних давайте берем вот это. Так. Идем дальше. Здесь. Что-то раньше здесь всегда была по-динамичнее. Не знаю, мне кто-то. Или мне так не везем, что я ничего не нахожу. Да это просто зомби мозги еще. Тут стали показывать хит-поинты, которые убираются прямо при наведении. Прям все приятненько. Я такой камуфляж, когда врубаю, у меня такой типа этот... Защитный. Ну тут у меня нету смысла включать, мне кажется, камуфляж вот для этих юнитов пока. Мне кажется, это прикольно будет работать в конце. Для поселенца я на всякий случай пока включил. Чисто даже посмотреть. Отлично, я должен забрать сейчас. О, я могу делать... О, мне дали летающую тарелку. Вертолет под названием. У инопланетян, короче, вертолет это летающая тарелка. Слушай, а ты скорбный дар как бы поставил... Ну, на то место, которое ты видел? Нет, нет. Или он случайно как? А, на серую зону. То есть, верю, тут еще какие-то руины есть несобранные. Да блин. Понятно. Несправедливо. А что там происходит? С кем ты там дерешься? Я ни с кем не дерусь. Это самый. Я хотел поставить скорбный дар еще один. Прикольный. И вместо этого мискринь. Ну, на самом деле, тут получается довольно легко понять, что это скорбный дар от антигероев. Потому что он появляется не в начале хода, вот как обычные. Вот в чем дело. То есть, надо как-то, не знаю, так ухитряться их ставить, чтобы другие игроки не поняли, что это ты сейчас поставил. Я как бы и подумал, что это, скорее всего, от тебя дар, значит, он так появился. А-а-а, слушай, ну это надо тогда учиться, это все дело ставить, там, не знаю, на последней секунде, например, не что-то вроде этого. Либо... Меня просто, смотри, я нажимаю на скорбный дар, у меня он не везде этот самый, вообще, в принципе, своем сжигается. Ну, давайте, Ксили. Ну, с помощью этого скорбного удара можно очень по-читерски разведывать территорию. Прям, вообще, по-читерски. Ну, пока у меня тут сбор нормально проходит. Слушайте, может, я этим вниз поплыву тогда? Армяя зомби. Фига себе, 92. Ну, так, блин, что-то тут страшно. Я зря вниз не пошел, видите, я думал просто, что внизу эти, антигерои уже все соберут. Ну, ты просто вот реально, ты идешь, и ты кидаешь просто скорбный дар впереди себя. И все, у тебя открывается территория, вот этот маленький... Да, я вот прям, смотри, я вот метку для тебя поставил, я уверен, что этот дар это от тебя. Эээээ, нет. Понятно. Тесно, формируем окут два поселка в одной клетке сразу. Санчо. Могут. Шангун. Я, такое главное, Леша, такой, я уверен, что он от тебя. Нет, я буду все отрицать. Эти просто сообщаешь, не горюю, что тебе надо это подтвердить обязательно. О, опыт. Давайте со скоростью... Нет, там далековато пока поселенец. А, давайте двукрасный. Ну, нету смысла тут уже плыть, просто видите, тут безопасная зона, поэтому нету смысла там плавать. А вообще далеко от того места, куда метку поставили? Вот рядом, сейчас следующим ходом заберу. И там то есть дар, да? Ух ты. О, тут появились... Так, тут орды зомби и этих, от этих есть, получается. От варваров. Я думал, вы про орды зомби, которые... Ну, игрок за зомби играет у нас. А тут вон оно че. Плюс семь на холмах, надо брать. Так, надо защитить уже. Я могу тебя попросить, иди куда-нибудь пониже. Чего? Пониже вести? Ага, вот тут собрано уже. Мы с тобой не контактировали. Обязательно. По-моему, в этом и смысл игре. Контактировать. Видите, вот пошла красная зона. У меня кончились в этом пост-апокалипсисы все презервативы. Ну... Маски, перчатки, все, все средства индивидуальной защиты, все. Ну, кто же таблетки? Я бы попробовал, конечно, забрать, но дело в том, что тут как раз ПТ-команда будет стоять. То есть, против вертолетов... Причем, вертолетам не очень прикольно туда лезть. Понимаю, что происходит просто. Тем более. Я как бы военных юнитов-то поднимаю. Так, сколько тут еще восстанавливаться? Будет пять ходов. Есть еще трое военные юниты. А есть смысл этих варваров зачищать этих лагерей? Да, в лагерях варваров дают крутые юниты. Более крутые, чем в руинах. А мне-то и точно такие же. Ну, могут и точно такие же дать. Слушай, Леш, ну там раньше и давали исключительно либо вертолетик, либо танк. А ядерную ракету где давали? Ну, и... А РСЗО где давали? Либо СГУ, либо ядерку, да. А, ну РСЗО и ядерки, это прям вертолетик бывало. ЗРК, может быть, может быть? ЗРК, наверное. ЗРК, это сбивать ядерки. РСЗО, это артиллерия. Не, тогда РСЗО давали. РСЗО, РСЗО давали. Я путаю их названия. Но давали именно артиллерию. Ну, что, тут больше уже не собрать, что ли, ничего? Так, пожалуй, дальше объединю. И... Что за дичь? У них там повышение классное. Мозги. Называется. И что дает? И... Вот тут кто-то... Бьет лагерь. Надо зафасткликать. При обороне от атакс расстояние. Нормально, тема. Франат, я бы на твоем месте так бесплатно поселка не вадил. Просто бесплатно. У меня этот самый... Достижение, короче, зарабатывается под названием «Припихает». Ой, ядер поприцела на меня уже. Блин. Обидно. Обидно. Она еще и не убивает до конца. Она 50 отнимает. ХП. Вот не надо, Алексей, пожалуйста. Я тут случайно. Она и зомби стебила. О, вижу твоего поселка. Ядерка же должна быть, а не термоядерка. Ну, если он еще в игре, значит, у него еще один есть. Да, логично. Блин, вот мне дают в уинках одни поселки. Одних поселков. Так это же прикольно. Нахрена воинов. Надо поселками изведывать все. Еее. Ну, таким же и битьем. Фаст клик. Улетаем. А что нужно? Кто там в яде убил? О, а вот и поселок. Ну вот. Откуда ты... Слушай, а что дают эти тарелки? Что это такое? Это вертолеты, да. Блин, колецки. Я хочу еще поиграть, я не хочу воевать. Уйди с миром. А, это ты мне еще тоже говорил, давай разойдемся с миром. Так я и про это и говорю, давай разойдемся с миром, я не хочу воевать. А так, а смысл зоны все равно будет сужаться, тебе придется воевать. Ну вот когда придется, тогда и будем воевать. Нет, плохая политика. Политика терпел. Так нельзя. Попробуем этот камуфляж использовать. Оуу, а тут снизу-то пират. Фуу, фаст клик. Какой фаст клик. Я камуфляж включил, ты вообще не можешь мои юниты видеть. Ну, соседние вижу. Вот прям, которые со мной находятся. Да, короче, у тебя... У тебя антигерой проблемы. Сверху я как бы, а снизу пират. Ну, я могу уйти чуть повыше. Там фанат меня подожмет вправо. В смысле ты сверху? Ну вот я сверху, в смысле. Мои основные юниты все сверху. Это то, что ты сбоку, вот слева видишь. Слушай, а мне интересно... Мне интересно очень анимация этих юнитов. Они такое ощущение, как будто эти самые. Как будто крайные агенты, что ли. Ну. Из-за ком. Ну, это прикольно. Это правда прикольно. Так, надо спасать своего этого. А тут включено, тут вроде включено. Ооо, это кто кинул? Ну, что ты делаешь? Это не я кинул. Это я видел, кто кинул. Блин, мне в лагере вареров дали ядерку. Зачем она мне, не понял. Ты человек, ты прям плохой. Каждый боевой юнит запускает тактический ядерный снаряд, а у Марии каждые шесть ходов. А, то есть у тебя шесть ходов? Вот, кстати, еще хоть я будет. Понятно. Так это еще... Не, ты не брав, не только что еще одну ядерку дали. Не, ну я не одобряю, я против такого. Каждый юнит, главное. Ты, кстати, зря от границы отходишь. У тебя же там плюс десять около нее. Да. Понимаю. О, Семен. В смысле? Где ты? Кстати, а знаете, как Семен переводится на другой язык? Да, ну, блин, да вы все задолбали. Успеваю походить. Готовься, сейчас я приду к тебе. Пур-пур-пур-пур-пур-пур-пур. Так. Так, упси, оплавать еще. Ой, а тут я стою. Ну, я тебя не буду бить. Ты меня, пожалуйста, тоже не бей. Я хороший. Ну... Я, наверное, откажусь. Алексей. Это плохо. Плохо это. За что вы так, Алексей? Так, остаться должен только один. Как я понимаю, я бы посмотрел на это все. Ну, блин. Что-то как-то не знаю. Сейчас получается так, что мы вчетвером в одной зоне находимся. А шо, клавишка, я умею. Ну, получается, четыре человека находятся в одной зоне, а последние два где-то катаются. Понимаешь, проблема в том, что антигерои в конце игры самая сильная фракция. Да, фастклик. Какой фастклик ты попал по мне? Чё это такое? Чё это такое? Э, алло? Лев? О. Я вообще не понял. У меня сначала перешел... Ну, у него два юнита тут остается. Может, мне не особо как боевой трогать? Боевые роботы? Серьезно, откуда? Там есть... А-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Не, ну это вообще чит, если здесь боевые роботы включены в плейморс. Так я плавать могу, я сейчас Задзу тут вообще догоню. Чё Задзу? По воде плавать не имеешь, а вы пираты там рождены. Всё. Алексей, ху таким быть. Просто ху таким быть. Я же инопланетянин, у меня ваша людская мораль не близка. Я не знаю, Дефир. Зачем? С твоего же забил, нет? Так, ну тут можно просто его встречать. О, там ещё какую-то ядерку бросили. Снизу. А кто бросает ядерки? Фанат. Фанат, да. Слушайте, это какая-то тоже прикольная способность. Ну они, видишь, они переработали почти всё. То есть это станет интересно. Это ещё контент на 2-3 точно. Ну да, я стал как-то динамичнее больше. Не знаю, я плавать могу. Это вообще прям круто балл. Или не трогать его. Я буду с фанатом за это. Потому что с ядерками это что-то как-то... Я у ядерка своего пехотинца убил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зад. Слишком круто, мне кажется. Не жалко. Ну и не так я много юнитов тут насобирал. Вот это точно... Короче, вот видишь, тут когда прилетают грузы, сами по себе прилетают, то они тебе пишут вот снизу справа, тебе сообщается об этих грузах. А когда антигерой ставят, то о Грузии не пишется. Ну, тут... Опять же, он виден всем, этот груз. Если он виден всем, то... Вот смотри, ты сейчас поставил ровно на то место, где я стою. Поэтому я пойду, пожалуй, отсюда. Ой. Тебе же чуждо в морали. Чё ж ты делаешь? Ну, я понял, что это уже подстава. Ой, робот не апается. О, говно. Какие-то робот ещё и апался. Это же вообще просто выгод. А почему-то меня обманывает. Мне сказали, что я получил вертолёт, а там зомби. А там что? А просто зомби. Так это может зомби с такими качествами, как виртуалит. Слушай, у меня тоже не вертолёты дают, а и наполняют эти тарелки летающие. Я так понял, им просто юниты полностью все практически переработали. Они написали, что будут давать дополнительные арт-дозомби. Вместо обычных юнитов написано. Что дозом было давать. Ну, то есть... Я могу давить количеством, что ли? Ой. Я так понял. Или я не так понял. Я бы, наверное, отъехал пока отсюда. Не хватит что-то количеством. По-моему, на эту ловушку не встать. Антигерой. Ну, у него два юнита осталось. То есть он больше не получит. Я не думаю, что антигероя. Мне надо, кажется, вот с фанатами разбираться, которые ядерки кидать могут в тебя. Короче, за меня нужно кидать вот эту фигню постоянно. Таким образом, реально разведываешь территорию. То есть, ты кинул в какое-то место фигакс, у тебя вот эта область вокруг. Если там не стоит вражеский юнит, она открылась. Пока этот ящик не собрали, ну, соответственно, для этой зоны видели. Так что, ручей, надо делать полные видео. Это я у поселенцев включу. Подстава, появились зомби. Фанат хотел забрать лагерь, а там зомби. О, я поселенцев фаната забрал. А у меня поселенцы просто бродили и разведывали территорию. Эээ, куда полетела? Вообще мимо. Вообще мимо. Вообще никого. Разрушитель миров. Эээ, это какая-то имба. Вот это, что у чувака ядерные ракеты есть. Я против. Каждый здесь готов, да, я согласен полностью. Осуждаю. Просто осуждаю. Подождите, у него зависит от количества юнитов, да? Ну, смотри, у него написано, каждый боевой юнит запускает тактический ядерный совет каждые шесть ходов. Ну, это вообще чейник. Чейник-код читай на бессмертие. Ээ, это куда, зомби? Не трогай меня. Это типа вообще незаконно. Я буду жаловаться. Согласен. Ну, то есть, если раньше антигерои были юнбои, особенно если там находят нормальную фигню, или там пираты были юнбои на больших картах на морских, то сейчас все не так очевидно. Все, полечусь пока. Ну, ты и зубики перекой, да? Че у них мощи, сколько же скуку обычно, конечно, зомби. Разлагаются там, нет? Вверху кайфа. Девушка, вот посмотри, у пиратов. И пираты начинают игру с картой, указывающей на закупанное сокровище. На карте она выбирается в виде грунт. О, мне сказали, что... Да, ты строил форуц. Ну, то есть, тут сообщают, когда ядерная ракета посылается где-то. Не там, где ты находишься. Есть такое, согласен. Полностью поддерживаю. Зрители, кто меня сейчас смотрит, если вдруг вы не понимаете, почему я не бегу вот сюда, как бы это новая способность антигероев. Не бежать? Не бежать новая способность антигероев? Да, да, да. Этот самый... Умирать и под Лешей Халецким, и на его видео, конечно. А как эти всякие ядерки, термоядерки пускать? Выбираешь любого юнита, если у него ходы остались, и там будет запуск у него. О, нормальная тема. Это прикольно. Ну, вот у выживальщиков примерно та же самая способность. Те же самые ловушки на 25 единиц урона любому юнику. Вот то же самое. Но тут, по сути, у антигероев видно эту штуку, а у этих самых не единственная разница, и все. Да, кстати, тут юниты можно объединять в корпуса и армии, как и в обычной игре. Ну, ладно, и может быть. Ну, может, кто-то не знает, что ты сразу... Я вот не знал. Это не так очевидно. На припасы. Не я. Чего? Я подорвался. Только у меня не полностью мой пулеметчик, его потом кто-то добил. Я хочу его трогать, а то еще ядерку бросит. А кто это у нас делал? Не знаю, это не мой робот. Я смогу какого-то робота, ё-моё. Да. Прикольная вещь, это. Как я его достал? Где? Так я карту... Через два хода будет... Взял, мне там вертолеты и робота. ...схлопывание. В вертолеты поеду. Ну, слушай, чип. Суждаем. Так. А вот это интересно. Стой, да, ну вас нахрен. Настоящие прилетели. Ну... И плюс-минус план, как реализовываться. Нормально. Нормально? Ну, работаем тогда, ладно. Ай, я сдыхаю. Да. Это хорошо, но они... Не спасают от робота. У кого там робот, блин? Я даже боюсь... А сколько у робота там сила? Хочешь 130 в ближнем бою, и соточка, когда стреляешь. 130 в ближнем? А как это побеждать? Ну, нет, нет, у меня 74-76. А, ну, так... Нет, тогда это еще можно работать. У него повышение плюс 8, еще раз плюс 8, и еще раз плюс 8. И на ближний, на дальний. А немного раз плюс 8? Но, чтобы его апнуть, тебе надо зарезать своего ювентаряда. Ммм... Жертвоприношение? Пуста по каликсисе? Ммм... Ты что думал? Не, может, имеется в виду, что ты не зарезать, это типа юнит садится внутрь робота? Нет, он умирает. Ну, понимаешь, что он умирает? Он залез внутрь. Ну, залез в робота, да. А как это называется вообще? Что там пишется? Как это конкретно называется? Сейчас скажу. Прогуляться по доске. Уничтожить этот юнит, чтобы разведчики пошли по пра и повысить его. Понятно, я все-таки... Я, кстати, вижу робота. Ой, понятно, тарелку. Я, пожалуй, полечу отсюда. А ты в курсе о достреливах? Ну да, конечно. Я так и не понял, Алексей. Почему вы сразу не улетели? Зачем вам бессмысленные смерти? Откуда не улетел? Молодой человек. Да блин! О! Ой! Леша, я еще хочу пожить. Не надо. Не надо же, не надо. Что такое? О, я еще ядерку кто-то... Ох! Ого! Нормально. Я летела куда-то. Ну, кого-то там бабахнуло. Ладно, я, пожалуй... Я думаю, что это все собрано. Поэтому я думаю, что мне лучше... Так, ты зомбик Апокалипсис. Ну-ка ж... Зомбик Апокалипсис. Зомбик Апокалипсис. Так, это вот явно антигерой положил. А, ты меня отоомстить решил? Ммм, нормально так. Тут мы покидаем. Не, слушайте, с антигероями реально теперь вот эти посылки ссыкотно собирать. Фиг знает. Слушай, Леш, ну на самом деле, вот я сколько этот самый сколько возился, я встретил, короче, два города, из которых мне из обоих выпал этот самый, выпал опыт для юнита. И мне как-то вообще не весело. Ну, то есть, чисто физически я единственное, что могу делать, это как раз раскидывать эти посылки, которые уничтожают 25 здоровья всего. Смотри, ты появился на побережье или где-то в центре? Я появился в окружении, я сейчас скажу, в окружении камней и лесов. То есть, мне очень сложно было перемещаться с самого начала. Ну, это опять же, красная смерть, кому повезло, кому нет. И опять же, я не понимаю, как играть в этом плане пиратов, потому что здесь вообще нет, просто вообще. Есть. Есть, тут много воды вообще-то. Да? Да. По той территории, которую я вижу, есть в ущество. Ну, типа, еще бонус на то, что у тебя не штанг. А что ты не уголк тогда, пиратов? Привет! Привет, фанат! Привет! Прикол. Это здесь последний твой поселенец? Нет. Надежда умирает последний. Раз, два, три, четыре. Четыре армии зомби. Это... Это вообще легально, да? Это зомбик вообще бессмертный. Да, он просто в этих фарварах убивает, у него зомби. А, да, ничего себе. А, так это в робота кидали ядерки, что ли, да? Да. Это тоже бесполезно. Не, не, а он термокин. А, для тех, кто сейчас смотрит стрим, ну, соответственно, есть посылки, а есть подгадки от антигероев. Если ты их собираешь, думая, что это посылки, то тебе прилетает бум. Ну, мне что, блин, то мне, если посилом в робота кидать, его ядерками не убить. Ну, блин, так классично. Ну, у фанатов, кстати, реально чит, я что-то посмотрел. Я те, кати фанат не рекомендую эту посылку брать. Я вот процентов на 90 уверен, что это от этого. О! Что-то знаю. Кто-то что-то взял. Пара-ра-пара-па. Нет, а ты мне еще гадость-то подкинул. В смысле? Я не тебе, я вообще всем подкинул. Ну, кто же... Сколько ты раз можешь вообще эту посылку кидать? Посылку бесконечную. Нет, там от каждого юнита 6 ходов же восстановления. 5. 5 ходов. Это у фаната 6. Ну, тут, соответственно, поскольку прилетели грузы с припасами прямо в эту зону, да, то, соответственно, никто не понимает, какая посылка настоящая, а какая нет. Вот чем прикол. Там надо вспоминать, какие. Смотри, я покажу. Блин, звучит. Ну, я тебе говорил, что это от этого. Да, ну, блин, оно должно было быть настоящим. Я вот прям видел, как он ее ставил просто тогда. Это на самом деле, это не серьезно меняет геймплей, но... Ну, это весело, да? Интереснее стало. Смотреть на весе. Где-то я тут зомби... Армию зомби видел. Да, это что? Может, туда сплавать? А он не хилится. С роботом. Ну, робота приберегаешь напоследок, и все, и идешь выносить. О, а вот и армия зомби. Я, он, не бей их, они с ядерками. Так, тем более, надо их бить. Да, я вот стукнул, в меня термояд прилетел. Леш, вот тебе нужно бояться армию зомби особенно. У тебя мозги даже на этот самый... В смысле, я не понял. Их когда бьешь, прилетает ядерка, или когда убьешь? Просто у человека, который... Ядерка не имеет вина. А, в этом плане. А ты... Он убился, что ли? Ты об меня убился, что ли? Блин. Да. Это же зомби, они не отступают. В смысле, нет? То есть, ты меня управлять не можешь? Я управляю. Вместо обычных орды зомби, сует новую орду зомби, когда убивают в бою вражеских, не могут исцеляться и со временем получают урон. А, то есть, тебе нету смысла там куда-то уходить, тебе надо нападать. Повышение, они не получают урон. Мне интересно, кого ведут дальше, вампиров? Типа... Кого ещё? С волками сильно. Мне кажется, россиян ведут вот такие. Россиян с медведями? Да, с их сталкерами и медведями. Я бы на месте все ракции... Сталкеры это украинская тема, не надо тут наговаривать. А, ты чё, ну ладно. Блин, чё? Ну нет, ещё русские с медведями. Ну, в принципе, как бы я выгляжу вроде неплохо. Я бы на месте все ракции, по приколу бы ввёл этих самых детей, короче. О, тут ещё выживальщики. Каких больше нет. Слушайте, а кто-нибудь вообще припасы находил? Невзрывающиеся. Нет. Нет, я так и не нашёл, к сожалению. Я тут один вижу, кажется, такое. Ой, а это кто это у нас? Грансер. А ты у нас кто? Антигерой он. Пять? Ой, ёмай. Я только эти взрывы слышу, реально. Я тоже. Это просто у меня тоже уникальная способность. Надо ядер куда-то кинуть ещё. На бум. Объединим их. Я только на этих ловушках от зомби спасаю. Ммм, вот с этим лучше. Твои ловушки вообще душат. Я этого Грэйсера встретил, господи. Помилуй. Гавгашмюнк, не надо в меня бросаться, пожалуйста. Я мирное существо. Да? Мирное существо с пехоты, которое 81 вагинка. Которое дошли корпус. Это, это чуть-чуть. У меня нет микрокусов, у меня нет их станков. Всё с ловушками просто. Я такие приколы знаю. Он полетел куда-то ядерко. Это не очень прикольно. Вот, это получше. Попало? Попало, да, попало, попало. Ты промазал в него. В зомби попало. Что не плохо. Хоть как-то помог ты мне. А, ну то есть максимум я могу запустить два скорых дара в течение... Да, да. И тихо. Ну блин, это не так всё круто, понимаешь? Там они ядерками друг друга пуляют. Чиних офигенно реально разведывает территорию. Слушайте, да, кстати, прикольно, что все до сих пор живы. Да блин, это ты живой, я только могу. Хотим уйдеть все, Алексей. Я сейчас как-то всё вокруг ядерками закидаю, чтобы меня никто не трогал. Они там рассеиваются через ходов 5. Да вот и ходов 5 неплохо выжить тоже. Ну да, он целых 5 ходов. Пытаешь добраться до этих. Тут, вот это я уверен, что не... Ну вот 5 ходов расеиваются, он ходит подойти. И опять ядерки... Восстанавливаются во всех юнитах 6 ходов. Нет. Ну да, я поэтому и говорю, что имба какая-то, что... То есть он со всех юнитов может... Нет, я имею ввиду, с одного юнита кинул, всё, у тебя ядерок нет. А-а-а, то есть просто ты можешь одну ядерку в течение 6 ходов кинуть. Ну тогда не так прикольно, ладно. Тогда да, тогда фигня. У меня вот, например, все юниты могут камуфлироваться. Отдельно они это делают. Вот, кто тут за зомби играет? Боджек, ты видишь мою летающую тарелку? Вот сейчас. Да. А вот, смотри... А сейчас нет. А вот сейчас видишь мою летающую тарелку? Она на месте осталась. Она на месте осталась. А вот подойди к ней теперь вверх. А, ты походил уже всеми, да? Вот я к тебе подойду, например. А, вот, видишь, увидел, да? Нет, я не вижу, например. А ты не видишь, потому что ты не в соседней клетке. Ее видят только те, кто в соседней клетке. Вот какая-то замечательная способность. Ты можешь в игру прятаться, считай. Да. Но она исчезает только если я атакую. О, Танчик. Это мы неплохо зашли. Как вы думаете, попробовать еще и это захватить? Нет, наверное, надо выбираться, я думаю. Причем посылки никто не собирает. А, они неправильные какие-то. Неправильный мед. Они какие-то нейтральные. Хотите поржать? А вот она... Еще на 8. На карте... На этих посылок. Да. У них посылок. Блин, я сюда хотел. А можно репту повышения, пожалуйста? Единственный прикол игры за антигероев, ты видишь, где посылки твои, а где нет. Ну, нам же сказали, сказали то, что которые такие, они подсвечиваются справа, как настоящие. Эээ, не понял, как, как еще раз? Ну, смотри, когда посылки выпадают, если они настоящие, они фальшивые, они справа уведомления прикрепляют. Так, всем уже выпало настоящих. Ну, я не знаю, я вообще ни одну посылку еще не собрал. Блин, нет, это... Мне просто пишут, что всем обнаружено. Кого убили? Ага, ПТ убили. Че там? Что сейчас? Это зомби сейчас съел выживальщика, да? Да, и получил фановый зал. Нет, это... Ну, да, на моей ловушке, в общем, просто накнулся. Так, ну что, мне надо эту армию убивать, видимо, иначе... Убиваю их, тут штуки четыре за мной идут. Блин, так они очень болючие, они... Ты, слушайте, зомби сильнее, чем боевой робот? Так, на минуточку. Гавгаш, ну и как тебе посылка? Да, она фальшивая, зараза. Вкусненько было, да? Ну, вкусненько было, да. А в чем прикол, там типа тоже юнита с этих посылок падают? А ну че только не падает. Хм, и этого не падает, и того не падает. А у меня тактика простая, я хочу робота сделать 130-130. И закончить игру. О, крутая тактика. Санктурия уменьшает. Из-за огня до пола я пришел просто. Ну, все, хожу себе на следующий. Это я пока это убил. Это твой последний? Да, блин. А ты посылки в любом месте можешь сдать? Ну, да. Тяжело. Так, давайте я, наверное, объединю. Я ни разу не попал на воду. Вот так сделаю. Единственный раз я поставил в чужого юнита, ну, грубо говоря, в том месте, где он стоял, в Леш. И... Вот это у нас... Для меня эта посылка закрылась, ну типа территория не показала. Семен, да, подберегись, что там зомби идут. Четыре армии. Прямо сзади тебя? Да, сзади меня. За той посылой четыре армии зомби. Пусть тогда тебя забирают. Кто за... Уженая, кто это зомби. Нет, вот кто. Вопрос. Когда армия зомби съедет все мозги на этой планете, как она сможет улететь? Никак. Не знаю, но я хотел зомби взять. Все, берите меня кто-нибудь. Так. Мне его, на самом деле, не очень. Понятно? Ну, возьмите меня, ну чего вы не берете меня? Я на это не каплю. Вот если бы ты не сказал, что там зомби, я бы не кликал. Но, в че-то, что там зомби, то мне надо дедефаться. У меня и так юнитов мало осталось. Если я еще один потерял. Ну, посел вообще-то стоит один, безоружный. Его них не... Погодите, а робот же, по-моему, не может по радиации ходить. По сути, должно быть по барабану на эту тренину. По сути. Ну, там же внутри человек сидит. Здесь невозможно... Мне три раза написал, что там невозможно. Ты, видимо, кликаешь там, где юниты находятся. Что? Ну, кто-то собирается разместить ловушку. Тут было сейчас в метрозе написано, здесь невозможно разместить ловушку. Там ловушки эти ставят. Мать не себе. Вот так вот. Все, минус. Спасибо, дед. Слушай, раньше они пропадали. Ребята, деда съели зомби. О, я, кстати, могу в режим наблюдателя пойти. Да, остается только режим наблюдателя остается, между прочим. Да-да-да, интересно. Вот они интересно сделают, да, классно. Ласчет учить. Что я всех вижу. Ой, что-то я угрозы с припасами подбирать вообще не хочу. А кто это кинул, кстати? Там фанатик или? Фанатик. Почему ты глядил? Фанат. Фанат, фанат. 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 Тут инопланетяне зомби фанатика сейчас доедят. Две, как бы, такие вот сущности. Семен, помни, ты единственный, там, последний коренной житель планеты. Они интервенты у зорпатора. Не сдавайся. А тут же еще и пират есть. Да. Пират, пират. Там гавка шмык, я бы ему землю не доверял. Не понял. Блин, не успел зом... Фанат, добей зомби лучше. Я уже апнулся. Блин, зря. Это, конечно, вот эта суровая штука. Он съедает армию и становится... В смысле попал в ловушку. А тут что еще? Ловушки... А почему я их не видел? То есть этот выживальщик ставит ловушки там, где их не видно вообще? Да, это мои ловушки. Нет, я их ставлю в любое место и только я их вижу. Зомби, зомби. Это когда съедаешь юнит. Получается, твои зомби превращаются в армию или корпус, да? Не, я получаю новый юрис. В этом и прикол. Ну, типа... Я их руками потом объединяю. Не понял. Мне бы армию роботов. Я тут еще кучу ловушек понаставил. Зед, это настоящая ловушка или нет? Возле меня. Вон, с припасами. Ты не можешь финишовать. Нет, нет. Зед, зед может ставить только... Да, блин! Что-то тут очень много зомби стало. Мне надо нырнуть сюда куда-то бросить ядерку. Зед может ставить ловушки, которые видны только ему. А я могу ставить припасы, которые видны всем. Ну, типа обманки такие. Ну, как бы... Ловушки. Слушайте, а термоядерная бомба... Это зависит от моей жизни. Подождите, термоядерная... Послушайте, термоядерная бомба... Бери. Радиуса 2? На 2 радиуса работает? Да, на 2 радиуса. У меня остался только один припас на карте. Бери. Берем, да. Идеально ядерно. Нет, не идеально! Я не даю свой слабодажан. Слабодажан. Прямо... Бери, припасы. Бери. Бери и беги. Лёш, ты как-то сейчас тоже умрёшь. Ну, один юнит. Я не знаю, как с этими армиями бороться вообще. Только православный робот может вас ввозить. Единичка там, наверное, осталась. 4 хитпоинта. У меня просто способность, я же лечусь каждый ход в независимости от ничего. Какая-то нормальная способность. Да. Насколько на десятку? А, иноплантианин и лечится, и при этом... И лечится? Маскируется. Они с чем-то лечаются вообще. Нет, такие... Вертолёты такие же. Не, не, такие же. Просто скин другой. Так, не знаю... Лечится и маскируется. Тяжеловато. Да, в этом есть учёные, и они только в воде лечатся. Лёш, а там... В описании... Там надо перечитать. Перечитать их новое, обновлённое, так сказать. Вдруг у них что-то поменяли. И теперь учёные не говно, а фанат подсказывает. Там, куда ты идёшь, там и ушки все впереди. Между луками. Петь песенки. Ран, боссеран! Хотя, подожди, там пошел только что. Вот между горами. Горы, ловушки и вулканта. А если получается через них поискачу, то и... Обязательно наступишь на них. Надо тут танчик как-то поставить, следить за... Перемещениями. Как бы не бывает, так что ты перестайки. Боже мой. На волоске сижу тут. Потому что там и оба точенька. Мне только робота спасать, мяшки. Мой кормилец. Почему сейчас иди так-то тихонечко в углу? Да, я не могу, ядил с его. Да все сейчас в углу сега тоже. По центру только. Что, разбрелись мы еще по углам? Ну, я не совсем там по углам, но... А, все. Помер опыта команда. Вылечился. Посылки прилетели. Аптутанчик. Аптутанчик. Я не знаю. Наверное, да. Это просто как вариант. Это стоит, лечится, этого сюда, лечится. Дело в том, что мне через эту ядерку потом все равно проходить. Наверное, лучше уже просто на ловушку попасть, а ядерку кинуть куда-то в другое место. А ты можешь через воду прийти, мне кажется. Будет. Да. Ну, слушай, надо вот с этим лагерем разбираться идти. Я не знаю, какой-нибудь через воду. У тебя же там не стоит на здании ловушка? Мне нравится то, что я могу фулловить бусину и лавать вообще на другой конец карты, на другие острова, за припасами, там, за посылками. У меня же нет штрафа на погрузку и разгрузку. Сразу ее им-то забрал, хоп-хоп-хоп. Надо, надо забрать этот лагерь. Посылки я опасаюсь забирать в связи со всеми этими ловушками. Атаковать через реку тоже не хочу, я его буду сейчас с этим. Вот так делаешь. Последний зомби. Я так понимаю, все делают ставку на зомби, да? Нет, зомби уже все, как мне кажется. Вообще, есть посылки, которые не взрываются? Есть. Нет, не верю. У меня только одна осталась. Никто точно не знает, в общем. У меня осталась только одна на карте. Я поэтому решил просто не трогать их. А вдруг там что-то важное, ценное, вкусное? Взрывчатка, например. Ой, если б до кого, в арту росли где-то. Я просто не хочу его. Вот видите, очень больно бьется. 25, а так же пулеметом я его добью. И вот этой, ага, он решил отходить все-таки. У меня чуть после нынду. Ну, у тебя минус 25, и пусть его отнялось. Боже, что ты сделал? Ой, блин. Смех над... Ловушка не уничтожается. Все, минус зомби. Е-е-е-е-е. Да, все-таки. Но зомби сильные. Да нет, это просто фанат в него прямо ядерку вместе со мной бросил. Согласно, отживаем потихонечку. М-да, я согласен. Да хили все живи! Я примерно... Я беру... Я сбрасываю. Так, короче, смотри, у меня есть робот. У тебя есть потиху. Объединитель. Согласно, там сговаривается. Ничего себе, да? Лайк, я честь выстрелила. Это, короче, лидер от Кассика, потом накажешься с бумагой. Союз против инопланетян. Я согласен. Пацаны, там, походу, Леха вообще всех разваливает. Я чисто... Да это не я, это сейчас фанат, блин, разваливал ядерками. Да на лёд-то че? Я уже молчу о том, что выживальщика вообще-то зомби съели. Да как зомби-то помер, вообще бессмертный. Ядерки. Много ядерок. От меня две. Одна от Лёши. И всё. Кстати, у этой ядерки огромный минус. Всего один ход загрязнений. Чего, ага, потому что чуть-чуть забильный. Что, давайте я этого... А я могу их удалить? Нет, походу, не могу. Практически вся карта занята. Инопланетянами. Что там вообще прям ухнуло? Ну не скажу, насколько много. Да не везти. Ах ты! А что? Что вы забрали? Нет. А вы там, подождите, вы там в режиме обзора, что всё видите просто? Ах ты предатель, ах ты предатель. Надо было тебя... Боджек, Боджек и Дед, вы в режиме обзора всю карту видите? Да, мы видим все юниты, все ловушки. Так, может, не будем подсказывать тогда? Не надо подсказывать. Да, я... Что это начинается такое? Что с этим сговором? Нет, ну и что? Ты должен быть наказан за предательство. Я, значит, и доверился, не стрелял, а ты... Прокударился робот. Робот убили, он меня загрыз. Как-то... Зомби? Кстати, робот выносится очень легко, я не знаю, чего его так боится. Он без апа на урон вообще был. У него ни одного апа на урон не было. У него был ап на дальность атаки и ап на исцеление. Он без этого апгрейда вообще не хилился. У меня 20 хп бегал. Ну, это не полезная хрень. Дальность у него изначально 2. Чего? Какая дальность у него изначально 2? Так, вот тут фанат скорее... Вот тут точно фанат зашкерился вот в этом месте. Антигерой явно где-то тут. Ну и пират, видимо, здесь тусят. А потом как у бомбарды с шариком. Бомбарды с шариком? Бомбарды с шариком. Пойдем-ка я поселом вот эту территорию буду засвечивать, пока у меня лечатся все мои тарелочки. Я посмотрел, что я убиваю этого. Загасите-ка в кошмыго. Че у меня? У меня уже все. Заболти. Прям на ловушке попасть. Последняя ловушка, говорил этот человек. Короче, в пигарте он в левом нижнем углу этой карты бегает. В левом нижнем? Знаете, что это не ловушка? И там будет что-то прикольное. Браво. 2 за... За... Хочешь меня забрать? Нет. А я этого, у меня больше ничего нет. Там инопланетяне. Инопланетяне, не трогайте, пожалуйста, верхние. Это не ловушка, пожалуйста. Там еще и крюансант, емае. Ну, в смысле, наоборот, это ловушка. Не трогай, Леша. Не надо. Дело в том, что я прямо на ней стою. Посел. Кстати, а вы знаете, что поселами вообще, наверное, мне кажется, изи их взрывать. А, блин. Я обратно уже не вернуться, к сожалению. Я сейчас буду просто по этим ловушкам поселами ходить. Не трогай, пожалуйста, верхние. Хорошо, хорошо. Спасибо. О, как это тебе повезло все-таки себя. Нет, я просто знал, что там. Я чувствовал. Вот видишь, вон там вот нижняя, а не бал, где посел. Эээ, гавкашмыга. Ага. Не, ну гавкашмыга вообще не повезло. Милая. Я решил все забрать. О, о. Алексей, вы попадаетесь на эти ловушки. О, а ты, а чё, а чё ты? Я просто к ней не успел. Ясно. Обидненько. Какашмы кумыри уже. Да, пойду сейчас тут оплюсь. Ну то есть... Я хочу вылететь вот третьим или вторым, но ничего. Он просто собирал все вообще. И... Я... Я вот этого предателя хочу, чтобы его наказали. Который на границах сидит. Меня предал. Да углажну их, прости, пожалуйста. Да предатель. Какой душка. Я в следующий раз своего робота по тебе со всех орудий буду шмалять. Нет доверия больше. Алексей, не надо, пожалуйста, Алексей. Алексей, надо отомстить ему. Ну Алексей, Лешенька, не бежать, ну не бей. Я тебе еще подарок накидаю. Да уж. Нет, на самом деле, реально интересная такая штука. Если... Вот, особенно если попадать в эти тайминги, это же вообще бомба просто. Да, ты тавелочка. А, кстати, невидимых юнитов я тоже. Леш, чтобы ты понимал, единственный... Вот, единственный юнит дополнительный, который... А, не, вру. Мне за всю игру упало два доп-юнита. Один это РСЗО, вот это замечательное, и один пулеметная рота, которую ты мне убил там в самом начале. Угу. То есть, ну, у меня физически, у меня не было ничего. Снизу меня был гашмут подлутал, сверху ты. У нас был робот. Лол. Мог быть. Может, если ленит. Я его оставлю тут, наверное. Ну, инопланетян. Грузовик, и на нем тарелка погружена. О, тебя наказали, вот так тебе надо. Все, он умер в красной смерти, да? Да. Значит, мы остались, фанаты и пираты остались, да? Я смотрю, ладно, я же даже не вздыхалю. Я вторым тоже буду, скорее всего. Гаваш, мы их задним поселенцем. Да, я, я, я. Мать же что-то сделает. Пират, ты где? Выходи, подлый трус. Я, я не трус. Я шел гордо к центру, еле-еле, а меня там у границ поджидала одна. Крыс. Гошмык, ну не надо. Ну не надо. Тебе надо волк. У тебя был такой вкусный робот, мы так хорошо разобрали его на запчасти. Все, у меня. Да? Тебе эти запчасти погубили. Ээээ, почему? Ну вот, пока ты не разбирался, ты потратил целый ход. Да, я тебе умоляю, я все равно не свалил бы. Леша полномерно просто бегает по краю карты и забирает все, что плохо лежит. Я вообще-то в океане там плаваю с этими отходами. А вот это, кстати говоря, непонятная такая тема, потому что в океане я... Ну и ты, собственно, тоже видишь, что здесь очень много всего вкусного лежит без моих, как бы, подарков. Кто там делает эти подлые ловушки? Я все вот эти аэрдропы залутал, у меня все были в ловушке. Спасибо, Дургашмык. Блин, я не понял, где пират? Я, по-моему, уже всю территорию вижу. Пират ушел. Он пошел плавать в океане. Его после, ладно или поздно, должен сдохнуть, по идее. Алексей, сдавайся. Пират возьмет тебя из Мороба. Честно вокруг там плавать будет. Правильно. Пират будет. Смотрите, ребят, на самом деле, когда пират в игре обычно воды больше, и зона сужается в зоне воды. Так, вот это надо попытаться убить этого. У тебя практически до самой последнего сужения ведет вода в зоне. И пират там может спокойно совершенно сидеть, и ему вообще ничего не будет. Я так пару раз за пирата побеждал. Я так пусил и не забрал. Да нафига мне тут пусил, ну бегай с ним, господи. Это для того, чтобы я позже гавкашмыга вышел из игры. Тут как бы победы уже... А давай ты может гавкашмыга убьешь, а потом я победителя. А, я вижу гавкашмыга. Он только что выбирался на берег ножками в песочке посучить. Ааа, бежит. Давай я в тебя ядерку кину. Иди сюда, бля. Бежит. А что за агенты Смиты здесь? Стоят. Вообще иди. Не надо. Какая-то мига странная пикота. Горит. А что написано горит на пирате? Одумайся, Алеша. Вей, ты не туда воюешь. Да я вас всех вижу. Вон, два юнита у фаната, и ты один. Все. А он так и будет сидеть в озере там. Он пришел. Он пришел. Это моя связь. Ну все, ребят, вылазьте, пора. Нет. Я вас тут подожду. На бережочке. Вылазьте, ребят. Ну что вы? Нет, я купаться буду. А я что, не могу захватить посила? Нет. Нет. Блин. Я буду купаться. А, кстати, погоди, я каширную клетку займу, чтобы ты первый сдох. Теперь я топ-2. Вы говорите, Максим, чисто одним почином практически. Полыгрей. Но у него же робот был, вы что? Да что робот, я этим роботом два раза только стрельнул. Сзади за пулеметчика убил, и все. Хил робот. У этого робота, например, на границе забрали. Предатель. Предатель есть позорный по четвертому месту. Или подъехать на всякий случай. Он, конечно, может с ядерку, по-вот, во все эти юниты. Ну, правда, только три юнита он, если что, заденет. Эртин, не понял. Теперь там двое сидят, кто первенит. Что, не побеждаешь? Там понятно, кто первенит. Ребят, вылазьте, тут инопланетяне. Заберем вас на планету. Хорошую. На планету какую? Вы закопаете, по-моему, поглубже в землю. Чтобы точно не улетел. Я, я пират, я главный в этом озере, в этом море. Вот, стреляй, расстреливай. Подожди, Леш, а ты летающей тарелкой не можешь захватить того юнита, который на воде стоит или что? Я даже не хочу, честно говоря. Я просто жду, когда они выйдут. Не знаю, я не пробовал, я могу попробовать, если хотите. Не, не захватишь. У меня просто ходов не хватает сейчас. У меня как бы... Нет, это технически, с логической точки зрения, ты это делать должен. Но поскольку вертолеты спешиваются, то все не так очевидно. Ребят, ход заканчивайте. Как бы, че мы до конца... Там старую свободу в песке. Я даю, кстати. Последними секундами. Я тебе больше скажу, я где-то еще видел с новыми свободами. Че, фанат умер, да? А че я умер? Не, я могу на воде захватывать, видите? А вертолеты не могут почему-то. Странно. Ну ты, слушай, Зата, ты позор, третье место, ужас. А, тут еще на месте я не мог захватывать. У меня просто поселение... Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok